МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии канала Регион 29. Артемий Заварзин. Добрый день. Вот главное к этому часу. Те, кто лечит заболевания почек, собрались сегодня в Архангельске, а на конференции нефрологи обсуждают вопросы трансплантации и гемодиализа. Борьба за право жить, а не выживать. В нашем эфире непростая история жительницы Северодвинска. Решение детского вопроса в руках предпринимателей. Частные сады теперь могут рассчитывать на государственную поддержку. Но в начале задержка ледохода на Двине ожидается в районе деревни Орлицы. Это Холмогорский район. Группа взрывников будет направлена в Березник, чтобы более оперативно отреагировать в случае затора. Ситуация на реках мониторится с помощью беспилотника. Голова ледохода сейчас в районе Верхней Тоймы. Уровни воды там выше нормы на 50 сантиметров. Но угрозы подтопления населенным пунктам Архангельской области нет. Закончено расследование уголовного дела. В отношении организованной группы семь человек обвиняются в совершении девяти преступлений, в том числе трех вымогательств и грабежа. По версии следствия, организатором группы выступил 28-летний Архангелогородец. Для устрашения потерпевших участники ОПГ причисляли себя к группировке, имеющей авторитет в криминальной среде Архангельска и требовали передачи им крупных сумм денег за так называемое покровительство. Запрашиваемые суммы варьировались от 10 тысяч до 3 миллионов рублей. Тех, кто отказывался платить, избивали, угрожали физической расправой, уничтожением и повреждением имущества. Кроме того, один из участников организованной группы обвиняется в совершении мошенничества в сфере страхования. Злоумышленник с целью увеличения страхового возмещения дополнительно повреждал автомобили, попавшие в дорожно-транспортные происшествия. У злоумышленников были изъяты оружие и боеприпасы, а также компьютерная техника и автомобиль. Материалы уголовного дела направлены в суд. В Архангельске большая конференция нефрологов. Это врачи, которые делают наши почки здоровыми. Десятки специалистов со всей страны делятся опытом и обсуждают новые методики. В центре внимания и результаты первых операций по пересадке почки, которые начали проводить в Архангельске. Пересадка почек для нашего региона – совершенно новый вид помощи. Врачи провели пока только четыре операции. Сегодня первые пациенты и доноры проходят восстановительные процедуры. Уровень вообще замечательный здесь. Полностью быстро все, все оформления, все быстро произошло. Как-то даже не пришлось ждать такого большого количества времени. Архангельские трансплантологи и нефрологи много стажировались. Менялось и оснащение самих больниц. Старт этой терапии в Поморье дал главный трансплантолог страны Сергей Готье, который и оценил первые результаты. То, что сделал регион, начал программу трансплантации почки – это очень хорошо. Дальше ее надо развивать. Дальше нужно, чтобы увеличилось количество трансплантаций, а, соответственно, увеличилось количество больных, которые уходят с диализа. Планы, которые были для нас поставлены в прошлом году, мы исполнили. Конечно, медицина – это такая сложная наука. Может быть, не все получилось сразу так, как мы хотели, но общий итог у нас очень положительный. По словам ведущих специалистов страны, трансплантация почки не только во много раз улучшает качество жизни пациентов, но и позволяет значительно экономить средства бюджета. Диализм на технологии на каждого пациента тратится около 2 миллионов рублей в год. В то время как пересадка почки, она позволяет после первого года лечения, там уже со второго года затраты будут порядка 300 тысяч в год. Сегодня в регионе около 500 человек получают диализ. В области работают 11 центров. Совсем скоро еще один появится в Няндаме. Эта методика, она, в общем-то, не замещающая, имеющаяся, связанная с гемодиализом, а она как очередной, более совершенный этап оказания этой помощи. Поэтому одно другое не отменяет. Наши пациенты будут получать оба вида этой медицинской помощи. В этом году врачи Поморья планируют провести еще 8 пересадок почки. В перспективе наши врачи смогут заниматься еще и трансплантацией сердца. Михаил Меньшинин, Ольга Красулина, Регион 29. Теперь в Котлас. Там уголовное дело бывшей главы района направлено в суд. Светлана Бочарихина до замужества бронена. Обвиняется в получении взяток. Более полутора миллионов рублей присвоение денежной премии своей сотрудницы и мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей. Экс-глава Котласского района познакомилась с материалами дела и своей вины не признала. 18-летняя северодвинка Марина Военного уже несколько лет борется за свое право нормально жить. У девушки абсцесс спинного мозга. Без посторонней помощи она не может выйти на улицу. Да и в квартире не созданы условия для инвалида-колясочника. Как же справляется Марина, пока чиновники решают, что делать, расскажет Наталья Пулина. К инвалидному креслу Марина Военного прикована уже 8 лет. У нее абсцесс спинного мозга. Ежедневно ее выносит на улицу папа. В доме, где живет Марина, пандус есть только из подъезда, а дальше бетонная горка. По ней девушка съезжает с риском, а заехать и вовсе не может. Я падала с коляски, и если на улице ты один, то тебе надо ждать, пока тебе кто-то поможет, и ты лежишь в такое беспомощное положение, когда ты сам ничего не можешь. В квартире Марина также не справляется без родственников. Дверные проходы в туалет и в ванную не соответствуют требованиям для инвалида. Есть и заключение экспертизы. Необходима перепланировка квартиры и установка пандуса к фасаду одной из комнат, как это сделано у жительницы Северодвинска Елены Воробьевой. Семья военных не раз обращалась в прокуратуру. Надзорный орган обязал городскую администрацию найти вариант и сделать вход в квартиру для Марины доступнее. Сейчас прорабатывает вопрос о предоставлении иных возможностей для обеспечения беспрепятственного доступа к жилому помещению данного инвалида. Будет ли это предоставление иного жилого помещения, либо будут предприняты дополнительные какие-то мероприятия к тому, чтобы оборудовать в том числе и жилое помещение доступом беспрепятственным, пока говорить рано. Совещание по этой проблеме пройдет в начале мая. Наталья Пулина, Евгения Карелина, Семен Самигулин. Регион 29. А сейчас в Плесецкий район местная библиотека по-прежнему остро нуждается в пополнении книжного фонда. Его собирают буквально по крупицам. Напомню, в мае прошлого года здание старой библиотеки сгорело вместе со всем книжным фондом. А это 85 тысяч экземпляров. На деньги из областной казны новый дом библиотека обрела в августе. Сейчас собрано 23 тысячи книг. Большинство из них благодаря акции «Читай, Плесецк». Благодаря этому мы сумели получить поддержку очень многих регионов, субъектов России. Это Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Ростовская область. Перечень может быть очень и очень длинным. Проблемы в библиотеке и с оборудованием пока большинство книг лежат в коробках. У нас был проект, что мы должны перепланировать немножко все-таки наше помещение. Вот это, в котором мы находимся. Но, к сожалению, все пока у нас остановилось, потому что нет у нас пока денег. Для завершения ремонта и оснащения библиотеки требуется больше трех миллионов рублей. Восемь детских садов в ближайшее время построят в нашем регионе. Это позволит решить проблему посещения дошкольных учреждений детьми до трех лет. Помогают в этом вопросе и частные детсады, которые еще недавно были практически в подполье. Но сейчас государство обратило внимание и на такие формы работы. И теперь получать поддержку участники смогут наравне с муниципальными. Тему продолжит Михаил Меньшанин. В этот детский сад очередей нет. И дошколят здесь принимают с любого возраста. В нескольких филиалах около сотни воспитанников. Выбирали садик, чтобы ребенок мог развиваться. Я ехала в нашу машинку. Чтобы было много народу, то есть и были хорошие воспитатели. Спортзал, соляная комната, кислородные коктейли. В этом частном детском саду прежде всего заботятся о здоровье малышей. Идею создания такого оздоровительного центра осуществили на собственные средства. Мы больше акцент делаем на двигательную активность детей. Ну и, конечно, так как садик является у нас образовательным учреждением, то, соответственно, и образовательные программы у нас идут в полном объеме. В том, что частные сады теперь могут рассчитывать и на государственную поддержку, в Архангельске рассказали на специальном семинаре. Главное условие – наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Это значит, что детский сад прошел проверку на пожарную и санитарную безопасность. Ее получают только один раз. Продление не требуется. Лицензия, я считаю, что в наше время сейчас нужна именно на образовательные услуги, чтобы сад уже предоставлял полностью услуги весь спектр. Если будет какая-то даже компенсация, я могу ее использовать на больше, может быть, какие-то образовательные, именно свои действия. Размер финансовой помощи зависит от количества детей в саду. Полученные средства можно использовать как на выплату зарплаты педагогам, так и на приобретение новых игрушек и учебных пособий. Наша цель – это развитие частного сектора дошкольного образования, потому что это позволяет нам частично решить вопрос с доступностью дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, но особенно для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, потому что именно вот эта возрастная категория пользуется услугами индивидуальных предпринимателей по присмотру и уходу за детьми. За последний год в регионе лицензировано 4 частных детских сада. Они уже подали заявку на получение выплаты. Михаил Меньшанин, Юлия Митина, Евгений Зыков, Светлана Михеевская, Регион 29. Если мы и упустили какую-то новость, то вы наверняка сможете найти ее на странице газеты «Правда Севера». Свежий номер издания уже вышел в свет, и вот некоторые его темы. Об особенностях предстоящих летних каникул читайте в корреспонденции «Выбрал лагерь? Получи сертификат». Уйти с делянки и забрать с собой дорогу – это извечная мечта лесозаготовителей. О том, как ее реализуют в Коряжме на странице 18. Спустя месяц после трагедии в Кемерово корреспондент «Правда Севера» побывала в восьми торговых центрах Архангельска. Ее отчет называется «Родители все так же спокойно оставляют детей». Закладки с наркотиками делают вполне добропорядочные люди. Интервью сотрудника полиции Алексея Пастухова называется «Ничего личного, просто наркобизнес». Завершился пасхальный фестиваль «Небославян». Как он проходил, читайте в репортаже с говорящим названием «По-братски». И маленький, сильный, обычный. Архангел-огородка Анастасия Головцова рассказывает, как ей и ее детям живется в мире больших. Информационные итоги дня подведем в 19 часов. В программе «Автограф дня» я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова